Здравствуйте! В эфире новости Амурского областного телевидения. В студии вас приветствует Наталья Откачук и сейчас коротко о главном. Обратный отсчет. Ракету установили на стартовом столе космодрома Восточный. В ночь на пятницу состоится старт. Майские аномалии при Амуре. То снег, то зной, то реки выходят из берегов. Юных героев узнаем в лицо. Благовещенск присоединился к проекту «Герои с нашего двора». Нефинансовый рейтинг. Амурские предприниматели померились силами на спортивной площадке. Подъем с переворотом. В окрестностях Благовещенска состязались джиперы. Стала известна дата очередного запуска ракеты «Союз» с космодрома Восточный. Он состоится в ночь с 27 на 28 мая, то есть с четверга на пятницу. Старт запланирован на 2 часа 43 минуты. А в понедельник утром ракету-носитель вывезли из монтажно-испытательного корпуса, где ее собирали несколько месяцев, и установили на стартовый стол. Транспортировка продолжалась около часа. После вертикализации изделия на него навели башню мобильного обслуживания для проведения всех необходимых подготовительных мероприятий. Напомним, на орбиту в этот раз «Союз» выведет очередную партию 36 спутников системы «Ванвеб». Группировка этих космических аппаратов обеспечит бесперебойный интернет на всей планете. Это будет четвертый полностью коммерческий запуск и первый, совершенный в ночное время. Момент полета мы обязательно покажем в нашем эфире. А сейчас к другим уже земным темам. Набережную в китайском Хэйхэ закрыли для посещения жителей из-за подъема уровня Амура. Несмотря на запрет, некоторые граждане Китая продолжают рыбачить. В Благовещенске вода начала уходить с набережной Амура. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень рек будет падать. Так, в Благовещенске Амур за сутки убыл на 74 сантиметра, а Азия – на 65. А вот река Томи в Белогорске, наоборот, прибывает. Для защиты острова Старица спасатели возвели защитную дамбу из мешков с песком. Длина сооружения – 50 метров. Сейчас уровень реки всего лишь на 15 сантиметров ниже критического уровня. Что же касается Северообласти, то там за неделю до наступления лета выпал мокрый снег. Как сообщают синоптики, такие капризы природы возможны в Тындинском, Зейском, Сковородинском и Селемджинском районах. В Благовещенске стартовал проект «Герой с нашего двора». Его презентовал призер России по карате Александр Бормотов. Главными лицами акции выступили простые ребята, которые смогли добиться успеха в разных сферах, начиная от спорта и заканчивая культурой. Подробнее о проекте Ольга Сысой. Поучаствовать в спортивной зарядке на свежем воздухе собрались около 30 человек. Мама с детьми, люди старшего возраста и те, для кого спорт – неотъемлемая часть жизни. Тренировку для амурских любителей здорового образа жизни провел чемпион Сибирского федерального округа, призер России по карате Александр Бормотов. В Благовещенске он представил собственный проект «Герой с нашего двора», где главными персонажами должны стать ребята, достигшие успеха в спорте, творчестве, совершившие достойный или даже героический поступок. Мне понравился именно тот посыл, который несет он. Это реально круто. Это для развития общества очень важно, то, что он делает. И классно сейчас пообщаться с ним, получить ту энергию, которую он несет в общество. По словам самого Александра, проект появился 4 года назад для мотивации детей, занимающихся спортом. Сегодня герои с нашего двора появились уже в 27 регионах страны. Амурская область стала 28-м субъектом в списке. Насколько я знаю, у вас 28-й, он и по наименованию, по цифрам. Поэтому это очень символично. И я очень рад, что с Амурской области начинается шествие героев с нашего двора на восток нашей страны. Я очень рад, что у меня здесь появились друзья, которые действительно от всей души хотят поддержать и ребятишек, поддержать проект. И рассказать всем окружающим о том, что мы гордимся нашими талантами. О том, что будет сделано в Преамуре в рамках проекта Александр Бормотов рассказал на пресс-конференции. В частности, речь шла об оформлении улиц областной столицы баннерами с лицами спортсменов, добившихся успехов. По словам куратора этого проекта в Преамуре Андрея Домошенкина, уже определены 15 человек, о чьих достижениях узнают жители и гости города. Эти баннеры дадут возможность предоставить, какие у нас в городе, в области есть дисциплины спортивных организаций, какие есть люди, которые достигли уже результата. Ну и я уверен, что они позволят людям, помимо того, что они узнают, еще и призвать их в это направление спорта, которое им понравится. На встрече было отмечено, что сегодня по стране в проекте задействовано более 5000 баннеров, лицами которых стали больше 100 человек – олимпийских чемпионов и призеров, чемпионов мира. В Лаговещенске первые портреты участников акции «Герои с нашего двора» появятся уже в начале июня. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На территории учебного полигона «Двоку» впервые прошли соревнования среди военных дознавателей. Их испытывали в полевых и приближенных к боевым условиях. Кто победил, узнаете из сюжета Анастасии Слесаревой. Участникам предстояло пройти несколько испытаний. Одним из них оказалась стропа дознавателя. Здесь военные демонстрировали свою физическую подготовку. Им нужно было пройти полосу препятствий в полной экипировке. Необходимо оперативно пробраться к той местности, где там произошло происшествие. То есть, я еще раз говорю, если в условиях боевых, это может быть и заграждение, и различного рода рвы, какие-то преодоления препятствий аэрозольного характера. То есть, это заражение местности средствами оружия массового поражения. То есть, тоже здесь будет все это представлено, показано. Остановить кровотечение, сделать перевязку и вынести раненого с поля боя. Оказание первой медицинской помощи стало еще одним испытанием для участников. Испытания прожили тяжело, но справились. Для того, чтобы их пройти, требуются теоретические знания, практический опыт, ну и физическая подготовка. Сложно было после преодоления всех препятствий выйти на рубеж стрельбы. Психологические качества, уровень физической подготовки, успехи в работе. По этим критериям на протяжении двух месяцев для конкурса отбирали лучших дознавателей всего Восточного военного округа. Были представлены Амурская область, Приморский край, Забайкалье. Победителем стал военнослужащий военной полиции Белогурского гарнизона Амурского общевоискового объединения ВВО. Он показал лучшее время при прохождении препятствий. К данному конкурсу я готовился, в связи с чем мне позволило занять первое место среди других участников, начальников отделения дознания Восточного военного округа. В настоящее время я продолжу подготавливаться к данному конкурсу, который будет проходить в ноябре. Участники, занявшие первое, второе и третье место, получили медали и грамоты. Однако для них соревнования еще не закончились. В ноябре этого года их ждут в Москве на втором всероссийском этапе конкурса «Лучший дознаватель вооруженных сил Российской Федерации». Анастасия Слесарева, Амурское областное телевидение. Без водопровода, раковины и с использованием некачественной воды. В таких условиях в Тындинском районе работал магазин-пекарня. Антисанитарию выявили специалисты регионального Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства обнаружили множество нарушений. К примеру, мука хранилась прямо на полу, а в холодильнике контейнеры стояли открытыми. Кроме того, было выявлено, что в магазине не проводилась санитарная обработка. Ножи находились в неисправном состоянии. Отсутствовали датчики температуры и влажности. Множественные нарушения несли угрозу жизни и здоровью населению. А потому работа пекарни была приостановлена на 60 суток. Протоколы, материалы дела Роспотребнадзор направил в суд. Владельца заведения признали виновным и назначили административное наказание. Больше 30 тысяч рублей собрали участники благотворительного забега в рамках Дня предпринимателя в Ивановке. Спортивное мероприятие состоялось в минувшие выходные. Акция объединила несколько сотен предпринимателей, жителей и гостей Амурской области. На старт! Внимание! 400 или 800 метров. Такие дистанции на выбор предложили участникам благотворительного забега. Их набралось больше 50 человек. Каждый сделал посильный взнос. Собранные средства, а это больше 30 тысяч рублей, направят в Дмитриевский детский дом. Для малышей закупят новый спортивный инвентарь. Футбольные мячи, велосипеды также установят волейбольную сетку. Между тем, организатором доброй акции выступил Центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития России и Минэкономразвития и внешних связей Амурской области. Ежегодно мы стараемся для нашего предпринимателя сделать праздник, посвященный Дню российского предпринимательства. Это действительно очень молодой праздник. Если говорить о годе его создания, он был учрежден в 2007 году. Оказалось бы, мы его уже празднуем много-много лет. Но нам каждый год приятно похвалить наших предпринимателей за их заботу, прежде всего о нас, о жителях региона. Поэтому мы с удовольствием организовали такой праздник. Команда «Новы все!» Далан Требенского, Питера! Снимаем шаны! Гости праздника также приняли участие в больших гонках. На одной площадке состязались ивановцы и предприниматели со всей области. Представители бизнеса могли немного расслабиться и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Обсудить, кто и как пережил этот сложный 2020 год. Прошлый год, конечно, был очень тяжелый, много ограничений. Пришлось помогать бизнесу. Делали мы это совместно. У нас очень неплохо работает обратная связь. Регулярно мы встречаемся, обсуждаем проблематику. Если в деньгах говорить, больше миллиарда 300 миллионов было направлено на поддержку малого бизнеса. И прямую поддержку только из областного бюджета получили 886 предпринимателей. Поддержку бизнесу будут оказывать и дальше, как и устраивать всевозможные обучающие семинары и подобные спортивные праздники. Анастасия Слесарева, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Жительница Циолковского Софья Власкина прошла отборочный этап телепроекта «Новая звезда». Девушка исполнила песню «Колокольный звон». Пронизительное исполнение не оставило равнодушным никого из членов жюри. Они единогласно поставили Амурчанке высшую оценку 100 баллов. Выступать было не страшно, но очень волнительно, потому что телевизионные съемки – это прям новый опыт для меня. Эмоции на самом деле не передать словами, потому что это то выступление, после которого я не помнила ничего. Ни что мне сказали жюри, ни как я спела, ни что я сказала за кулисами. Я просто помню, как я вышла, заиграла минусовкой и все. А дальше все как в каком-то тумане. Дальше меня ждет новый этап – полуфинал. Я уже в течение двух месяцев готовлюсь, готовлю новую песню. На сайте телепроекта рассказывается, первое выступление Софьи на сцене состоялось, когда ей было пять лет. Она любит играть на акулеле и монтировать видео. Ей нравится вдохновлять людей. Юная амурчанка мечтает собрать команду музыкантов, чтобы гастролировать по странам, прививая людям любовь к народной песне. В областной столице открылась фотовыставка «Архипастырь с земли Амурской». Она посвящена памяти Благовещенского и Тынгинского архиепископа Гавриила. Больше 50 фотографий разных лет представлены в экспозиции. Она разместилась в здании областной научной библиотеки. Ее сотрудники совместно с представителями Амурского отделения Союза художников России и краеведческой общественной организации «Шуми Амур» приняли участие в оформлении выставки. Напомним, владыка Гавриил стал первым архиереем Благовещенской епархии, восстановленной в 1994 году. При нем в Преамурье возвели два кафедральных собора, основали три монастыря и десятки религиозных общин. Архиепископ Гавриил ушел из жизни 20 мая 2016 года. По оврагам и болотам. В Благовещенском районе прошел первый этап областного чемпионата по трофи-рейдам. Победителями заездов стали благовещенские экипажи Влада Муравецкого и Антона Галичанина. Затем, как водители на полноприводных автомобилях преодолевали непроезжие участки, на время наблюдала и наша съемочная группа. Этот болотистый участок – лишь одна из восьми площадок, подготовленных для участников первого в сезоне Амурского трофи-рейда. Причем, как говорят судьи и сами водители-экстремалы, одна из самых простых. Ничего сложного нет. Необходимо просто вовремя пройти. Единственная загвоздка может быть в том, что после третьей или четвертой машины грязь увеличится. Ну и глубина колеи, конечно, тоже. Впрочем, простота – это понятие очень условное. Ибо даже специально оснащенные автомобили, изобилующие кочками болота, преодолевают с большим трудом. И зачастую лишь с помощью лебедки. Она же – непременный атрибут практически на всех участках. Тем более, что на некоторых из них машины не то что ехали, а скорее плыли. Вода выше колес и кочки – это далеко не единственные трудности. Некоторые участки дистанции представляют собой череду непроезжих, на первый взгляд, оврагов. Преодолеть их сходу удается далеко не каждому. Причем ошибка чревата не просто пробуксовкой и потерей времени, а практически аварийной ситуацией. Еще будет в Белогорске и в Свободном, наверное, это тоже наши партнеры. Вот, ну вот, слышите, там где-то что-то там произошло. По-моему, да, машина. А, вон, видите, как, смотрите, машина встала. Называется «Уши сделала», на крышу встала. Вот, если интересно. Штрафные баллы, нет? Это да, это штрафные баллы будут, и, конечно, то есть это все, участники преодолевают трассу, и именно называется «Корнет», то есть у участника выдается специальная программа, то есть где указывается, не финишировал, не стартовал, порвал леер, там, выехал за ограждение и все остальное и прочее. А прокинувшуюся машину экипажу удалось с помощью лебедки поставить на бок и уже в таком виде, забравшись в салон, зафиксировать результат заезда. Благо, что опрокидывание произошло прямо на финишной ленточке. Впрочем, случившееся, скорее, все же исключение. Остальные 10 участвовавших в заездах автомобилей обошлись без подобных трюков. Кстати, среди экстремалов была и водитель женщина. До обеда все испытания, мы успеваем, прошли все точки, конечно, сложно и страшно, когда старт дают, аж ножка тряслась. Общие итоги областного турнира по трофи-рейдам подведут лишь осенью, после заключительного шестого этапа. Следующий состоится уже в начале июня в окрестностях Белогорска. Евгений Вдовенко, Андрей Цветков, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Смотрите наши новости в социальных сетях и читайте на сайте телеканала. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok